Миниатюрная лаковая живопись Миниатюрная лаковая живопись Миниатюрная лаковая живопись Традиции, которые были полностью утрачены Используются технологии палерской и восточной миниатюрной живопись В 70-е годы 20 века группа известных художников Узбекистана, задавшись целью возродить это средневековое искусство, обнаружила, что приемы лаковые миниатюры известных российских центров Палика, Седоскина, Мусцеры весьма сходны с лаковой росписью шкатулок в букове 16 века. Тогда и возродился этот вид искусства, соединив приемы лаковой росписи на папье-маше с порошкообразными пигментами на яичных желтках и принципов средневековой центрально-азиатской миниатюрной живописи. Восточная миниатюра отличается специфическим художественным языком. Она не знает перспективы, пространственных сокращений и светотений. Окраска всех предметов однотонна и равна. Лишена пластического выявления формы. Основными выразительными средствами миниатюры являются линия и свет. Плавный и изящный рисунок придает миниатюре особую поэтическую возвышенность. Звучная и разнообразная гамма красок часто основана на контрастах. Почти все сюжеты изображаются на лоне природы. Причем в принципах трактовки человеческих фигур, архитектуры, природных объектов прослеживается четкая и легко распознаваемая система, корифеями которой были знаменитые мастера эпохи Тимуридов, Камалидзин Гюзад и Махмуд Назахиб. В лаковой миниатюре широко используется орнамент. Заполняя пространство вокруг миниатюры, фрагменты архитектурных сооружений внутри композиции или играя самостоятельную роль в виде медальонов. Очень многие мастера повторяют или по-новому осмысливают сюжеты классиков восточной поэзии. Новои, людьми, хатлида. На этой же основе осуществляются попытки создания авторских композиций на историческую и современную гидматику с сохранением средневекового художественного мастера.